Этими звездными парами любовалась вся страна. Советским зрителям казалось, что счастье их любимцев предопределено небесами и будет длиться вечно, но их браки потерпели полный крах. Давайте узнаем, что это за советские звезды и почему их истории любви закончились печально. Татьяна Самойлова и Василий Лановой Юные Татьяна и Василий познакомились в 1953-м, будучи студентами знаменитой «Щуки». Вскоре Лановой признался, что без Тани ему все равно, что без воздуха. Свадьбы у влюбленных не было, они просто забежали в ЗАГС и расписались. Жили молодые на стипендию, Василию приходилось подрабатывать. И тут для Татьяны наступил звездный час, ее пригласили на главную роль в картину «Летят журавли». На тот момент она была беременна, после тяжелых размышлений Таня выбрала кино. С тех пор в ее отношениях с мужем все пошло наперекосяк. Большую часть времени они проводили на съемках, вдали друг от друга. Однажды Татьяна и Василий поняли, что лучше расстаться, настолько чужими они стали. Поклонники переживали, ведь Самойлова и Лановой считались самой красивой актерской парой. Судьба свела их вновь лишь через 10 лет на съемках Анны Карениной. Оба уже были не свободны, да и, как говорила Татьяна, разбитого не склеешь. Лановой обрел счастье с Ириной Купченко, а Самойлова позже признавалась, что не может сдержать слез, когда думает о прошлом. Валентина Малявина и Александр Збруев Однажды цыганка предсказала 14-летней Вале Малявиной будущее. Пророчество было безрадостным. Гадалка утверждала, что Валя рано выйдет замуж, а потом у нее будет еще несколько мужей. Но матерью стать ей не суждено. Кроме того, Валентине предстояло расплатиться за то, в чем не виновата. Все сбылось в точности. Едва окончив школу, Валя вышла замуж за Сашу Збруева, с которым давно дружила. Тайком расписавшись, молодые поставили строгих родителей перед фактом. Тем пришлось смириться, но вот родить ребенка в 18 лет Валентине не дали. Когда Александр отсутствовал, Валю обманом увезли к врачу. «У меня сердце разрывалось, я поклялась никогда не иметь детей», рассказывала актриса через много лет. Молодой супруг свалил всю вину на Валю. Какое-то время они еще жили вместе, но расставание было неизбежным. Дальнейшая судьба Малявиной сложилась еще более трагично. Увлечение спиртным, ложные обвинения в убийстве гражданского мужа, тюрьма, потеря зрения, пансионат для ветеранов. Умерла актриса в 2021. Анастасия Вертинская и Никита Михалков Вертинская и Михалков познакомились в Щукинском училище. К тому времени Настя уже сыграла свои знаменитые роли в картинах «Алый паруса» и «Человек-амфибия». Никита тоже успел сняться в кино, но его известность не шла ни в какое сравнение со славой Настей. Каждый вечер он приходил к подъезду однокурсницы с букетом. «Мне просто снесло крышу», – говорит Михалков о том времени. Никита расстраивался, что Настя вечно была окружена поклонниками, а он в стороне. Зато когда Михалков собрался жениться на другой, Анастасия опомнилась. Официального брака Анастасия не хотела и пошла в ЗАГС лишь после появления сына, а через пять лет они с Никитой расстались. «Я его очень любила, но была фанатично одержима профессией. На этот алтарь я положила всё, Никите нужна была совсем другая женщина», – поделилась Вертинская в одном из интервью. Сейчас Анастасия по-прежнему одинока и вполне довольна своей судьбой. А Михалков много лет счастлив во втором браке. Владимир Басов и Наталья Фатеева Встреча красавицы-актрисы и харизматичного режиссёра произошла в 1957 году. Некрасивый, но умный и потрясающе юморной Басов умел очаровать любую женщину. Не устояла и Фатеева, уже успевшая побывать в браке. Басов на тот момент тоже был неудачно женат. Наталья и Владимир решили начать жизнь с чистого листа и какое-то время были счастливы. Через два года родился сын, а затем Басов стал ревновать супругу ко всему на свете. К успешно складывающейся карьере, к многочисленным поклонникам, к молодости и красоте. Сам он в то время пребывал в творческом застое, много пил. В итоге через три года пара развелась. Как утверждает Фатеева, Басов после развода хлопотал, чтобы ей не давали ролей в кино. К тому же много лет не общался с сыном, хотя жил буквально по соседству. Впоследствии режиссёр старался загладить вину перед сыном, приглашал его в свои картины. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов Студенты в ГИКО встретились на съёмках «Молодой гвардии». Многие удивлялись их роману. Действительно, сдержанный интеллигентный слава совсем не подходил яркой и взрывной кубанской казачке. Сама Нонна Викторовна впоследствии говорила, что их брак был преждевременным. Много лет молодая семья жила в проходной комнатушке. Бытовые заботы полностью лежали на Нонне. К тому же к ним частенько наведывались родственники с Кубани, и Тихонова безумно раздражал этот колхоз. От развода Нонну отговорила тёща, очень любившая зятя. Но похоронив маму, Мордюкова первым делом написала заявление. Актёры не общались 50 лет. Нонна несколько раз пыталась устроить личную жизнь, но неудачно. Затем в её жизни случилась настоящая трагедия – смерть единственного сына. Тихонов женился на учительнице, растил дочь. Лишь в конце жизни Мордюкова призналась, что все эти годы ждала от Штирлица хоть какого-то знака внимания, даже плакала. Вячеслав Васильевич позвонил в день её 80-летия. Актёры попросили друг у друга прощения, но менять что-либо было уже поздно. Какое из расставаний стало для Вас полной неожиданностью? Пишите в комментариях, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Пишите в комментариях, не забудьте подписаться на наш канал.